В этом вебинаре я несколько слов скажу, о чем мы сегодня будем говорить. Поговорим мы сегодня о двух сервисах. Они, в общем-то, достаточно простые. И мне казалось, что очень многими пользуются учителя и библиотекари. И говорить о них, наверное, особой необходимости нет. Но получилось так, что не все о них знают, как я выяснила. И поэтому я решила один из вебинаров посвятить как раз этим инструментам. Тем более, что они кажутся мне достаточно полезными. Их можно использовать и в школе, и в библиотеке, и даже в высших учебных заведениях. Они позволяют на основе шаблонов достаточно быстро, а это важно в условиях вечной нехватки времени, создавать различного рода игровые упражнения. Единственное, что эти игровые упражнения не предполагают получение какой-то статистики. То есть контролирование, оценивание. Это скорее упражнения для самопроверки. Ну, у нас лето началось, поэтому мы про контролирование и про проверку временно забудем. Поговорим сегодня об интересных игровых заданиях, которые могут разнообразить наш учебный процесс. Итак, начнем мы с сервиса Ленин Эпс. Это один из самых известных инструментов для создания интерактивного контента. А точнее, игровых заданий. У него в арсенале будет 20 шаблонов самых разнообразных. С помощью этого сервиса можно создавать и викторины, и различные игры на сортировку, на группировку, на запоминания, со словами и с картинками. Можно создавать интерактивное видео и даже небольшие квесты. Вот мы, собственно, по этим основным пунктам с вами сейчас пробежимся. Посмотрим на разные примеры. Я расскажу, как создаются такие игры, и вы, наверное, убедитесь, что это не очень сложно. В чат я буду добавлять разные полезные ссылки с примерами. Вы можете, если есть такая возможность, открывать их на компьютере, просматривать, проверять, как вам тот или иной шаблон. Если у вас есть какие-то предложения, замечания, комментарии, то тоже можно их оставлять в чате. Может быть, вы давно работаете с этим сервисом, и у вас тоже есть чем поделиться. Это тоже все можно оставлять в свои комментарии в чате. И начнем мы с викторин. Но перед тем, как, собственно, перейти к викторинам, напомню, что в этом сервисе необходима регистрация. Регистрация тут предельно простая. Хотя сервис создан немецкими программистами, он русифицирован, переведен на русский язык, и поэтому работать в нем достаточно просто. Вот перед вами сейчас на экране окошко для регистрации. Регистрируемся по адресу электронной почты и придумываем свой пароль. После этого заходим в аккаунт и приступаем к работе. Для создания любой активности, которую мы хотим сделать, нам необходима кнопочка «Новое упражнение». Я ее в красную рамку вынесла. После того, как мы ее нажали, откроется список всех шаблонов, из которых нам необходимо выбрать подходящий. После того, как мы выбрали шаблон, мы можем сразу же увидеть примеры игр, уже созданных с помощью этого шаблона. Возможно, они помогут вам для вдохновения, может быть, подскажут какие-то тонкости. В общем, на примерах можно убедиться, тот ли вы шаблон выбрали. Далее переходим, собственно, к работе с шаблоном. Первый шаблон так у нас и называется «Викторина с выбором правильного ответа». Вот этот, который внизу здесь находится. Выглядит это может примерно вот так. Я вам пару ссылочек в чат отправила, для того, чтобы вы полистали, посмотрели. Итак, в чем суть игры? Все здесь очень просто. Нужно выбрать один вариант из нескольких. Варианты можно представить и в виде картины, как вы видите, и в виде текста. И забегая вперед, скажу, что еще можно использовать видео и аудио. Здесь большой арсенал инструментов, которые можно включать в викторину. Это тоже замечательно, позволяет делать разные виды упражнений. Итак, про первый шаблон я буду рассказывать более подробно. Поскольку все они друг на друга похожи, про последующие уже более кратко. Буду показывать основные какие-то вещи. Но вот про первый, на примере первого шаблона расскажу, что здесь и как, буквально по каждой кнопочке. Так, мы открываем шаблон. Он выглядит следующим образом. Нам необходимо придумать название. В нашей викторине придумать постановку задачи. Ну, по сути, это инструкция, что нужно сделать для учеников, которая будет появляться в самом начале упражнения. Можно добавить так называемое введение, introduction. Это может быть красивая картинка, может быть какой-нибудь текст, который включает человека в тему. Она не обязательно, но по желанию можно. Она будет показана на отдельном слайде, тоже в самом начале игры. А далее, собственно, мы переходим к созданию вопросов. И мы видим по кнопочкам на экране, что вопрос можно представить в виде текста, картинки, текста для произнесения, аудио и видео. И то же самое касается ответа. Обязательно, если ответ верный, то отмечаем его, соответственно, галочкой напротив слова «Правильно». Любое количество вопросов и практически любое количество ответов допускается. Добавлять можно столько, сколько нам необходимо для задания. Хочу обратить внимание на… Ну, собственно, с текстом все понятно. Давайте посмотрим на картинки. Картинки добавляются либо с компьютера, это самый простой вариант, либо посылки из интернета, либо можно искать картинку из Википедии. Три варианта. Вот я открыла сейчас окошечко для редактирования изображений. На самом деле, мало кто пользуется этим инструментом, но он есть. У Ленин Эпс очень хороший редактор картинок. Внизу как раз инструменты. Они, правда, не переведены на русский язык, но по названиям, в общем, можно так примерно догадаться, что есть что. Добавление фильтров. Изменение размера изображения. То есть, если маленькое, то сделать его побольше, если большое, то поменьше. Обрезка. Переворот, трансформация. То есть, это можно картинку выдать в зеркальном отображении, развернуть ее по горизонтали или вертикали. Рисование поверх картинки. Добавление текста по картинке. То есть, картинку можно подписать наверху, допустим. Разместить какую-то надпись, чтобы было понятнее, что здесь изображено. Дальше поверх картинки можно вставить разные фигуры, шейпс, стикеры. Добавить рамочку к изображению и закруглить уголки. Это уже для большей красоты. Вот. Не все пользуются, но это полезная штука. Особенно, если вы заранее не подготовили картинку, берете ее, допустим, по ссылке из интернета и хотите ее немножко отредактировать. Здесь все это можно сделать. Обязательно сохраняем через дискетку. И она у нас появляется в нашей викторине. Теперь так называемый текст для произнесения. Это что такое? Текст для произнесения. Это не значит, что нам нужно подключать микрофон и записывать. Это генерация текста. Вот посмотрите, пожалуйста, вверху. Правда, шаблон из другой немножко игры, но смысл такой же. Итак, вот в это поле мы вписываем текст, который нужно, чтобы он звучал. Выбираем язык русский. И после этого у нас генерируется наша запись. Нажимаем на значок с наушниками и можно сразу прослушать, что у нас получилось. В принципе, очень неплохо генерируется. Так что, если необходимо, мы можем озвучить, собственно говоря, дать озвучку вместо варианта, вместо вопроса или вместо ответа. Далее. Аудио и видео здесь попроще. Аудио и видео добавляются с YouTube. Либо по ссылке вы вводите готовую ссылку, либо по поиску. По ключевым словам вы можете найти подходящий звук или подходящее видео из YouTube. К сожалению, единственное, что с компьютера тут ни аудио, ни видео не грузится, только из хостинга. Эти же самые правила работают и во всех остальных шаблонах. Далее. Вот так выглядит у нас заполненный шаблон. На что еще стоит обратить внимание? Здесь есть такие интересные поля, они называются «Подсказка». С помощью подсказок можно подписывать картинки. Можно давать какие-нибудь дополнительные сведения, которые помогут участникам выполнить задания. Подсказки можно давать и напротив вопроса, и напротив каждого варианта ответа. Подсказки тоже могут быть аудио. Вот здесь есть значок для проигрывания. Их точно так же можно генерировать. Загрузить звуковой файл прямо программам позволяет записать звук. Программа не записывает звук, она генерирует. То есть вы даете ей текст, она его зачитывает и сохраняет. Вот такая вот опция. Это называется текст для прослушивания. Если вы хотите конкретный звуковой файл, то вам сначала его придется загрузить на YouTube, например, сохранить там на своем канале, а затем дать ссылку. И тогда у вас будет звуковой файл, тот, который вы точно захотите. Например, вы своим голосом хотите зачитать что-либо, тогда вы заранее записываете, грузите на YouTube и по ссылке добавляете. Вот так. Далее. После того, как мы задали вопросы, придумали варианты ответов, отметили правильные. После этого идут настройки. Собственно, порядок работы с шаблонами всегда такой. Придумываем задание, настраиваем, сохраняем и смотрим, что получилось. В качестве настроек можно загрузить фоновую картинку для того, чтобы это было красивее. Написать обратную связь. Как правило, в шаблоне уже есть какая-то обратная связь. Вот, например, как здесь. Молодец, ты решил все вопросы верно. Естественно, все это можно стереть и написать свою собственную обратную связь. И, соответственно, тут есть еще такое поле, которое называется помощь. Оно будет отображаться в виде значка в верхнем углу. Это тоже такая подсказка для всего, которая поможет участникам. В этом поле тоже можно написать все, что посчитаете нужным. Например, подсказать, что правильные ответы можно искать в учебнике, на такой-то страничке и так далее. В общем, все что угодно сюда тоже можно вписать, что поможет в решении задачи. После того, как поля заполнены, обратная связь и помощь – это поля необязательных. Можно пропустить, как и фоновую картинку. Ну и дальше нажимаем на кнопку «Завершить» и «Показать в предварительном просмотре». Ждем пару секунд, и сервис нам генерирует нашу игру в виде викторины, уже готовой. Внизу под викториной мы увидим вот такие вот поля. Ссылка «Встроить и поделиться». Это ссылочки и коды для того, чтобы встраивать наше задание и упражнение на странице сайта или делиться с учениками. Специальная ссылка для поделиться, вот она внизу. Есть еще просто ссылка. Просто ссылкой вы можете поделиться с коллегами. А вот эта вот ссылка, она предназначена прежде всего для учеников. Викторина открывается сразу в режиме просмотра. Не нужно там ничего нажимать, чтобы ее запускать. Она сразу на весь экран откроется. Но вот эта вот большая надпись «Встроить» позволяет встраивать нашу игру или викторину на страницу сайта или блога. Надо сказать, что Learning Apps очень отлично встраивается на любые сайты и в любые блоги. И очень хорошо смотрится. И ученики у вас могут уже играть прямо на странице вашего сайта, например, никуда больше не заходя. Есть QR-код, его тоже можно разослать, отправить ученикам, чтобы они присоединялись к игре. Еще надо сказать, что Learning Apps с помощью кода можно вставлять не только на сайты и в блоге. Вы можете создавать, например, рабочие листы, электронные уроки. И очень многие сервисы позволяют внутрь своих конструктов вставлять, например, в викторину Learning Apps. И это можно, например, Learning Apps дружит с сервисом Удоба, с сервисом Core и некоторыми другими для создания электронных уроков. Так что можно тоже этим пользоваться. Ну, это что касается викторины. Давайте посмотрим еще варианты викторин. Они здесь довольно разнообразные. Я взяла три разновидности, на самом деле больше. Но все шаблоны в рамках вебинара мы рассмотреть не сможем, поэтому давайте я выбрала те, которые мне показались наиболее интересными. Первый, тот, который вы сейчас видите на экране, называется «Игра. Кто хочет стать миллионером». Ссылка в чате. Здесь, как вы видите, все стилизовано как раз под вот эту вот телевизионную игру. Здесь нет картинок, аудио, видео здесь не используется. Вопросы составляются на основе текстов. Давайте посмотрим, как выглядит шаблон. Даем название игры, описание задач, а дальше переходим к созданию вопросов. Вопросы здесь довольно интересно сделаны. Игра предполагает ответы на шесть вопросов. Которые располагаются по степени сложности, от простого к более сложному. Здесь нет права на ошибку. То есть, если вы один, вернее, не вы, а если ученик один раз ошибся, то игра заканчивается. Правда, можно начать еще раз сначала все это. Степень сложности здесь сервис определяет так. Элементарно, довольно просто, средняя степень сложности, довольно сложно, очень сложно и наивысшая степень сложности. Ну и в таком случае нам нужно минимум шесть вопросов, чтобы создать игру. Записываем вопрос, первый ответ будет правильный и еще три варианта неверных. Надо добавить сервис, потом все перемешает. Что здесь важно? Можно создать несколько вариантов вопросов по каждой категории. И тогда, если у вас будет много учеников отвечать на вопросы, у каждого будет какой-то свой набор вопросов. Чем больше вы вариантов напридумываете, тем больше уникальность будет в викторины. Для этого есть кнопочка внизу, которая называется «Добавить вопросы по игре». То есть, вот мы один придумали элементарно, который стоит 500 баллов. Но мы хотим еще один вариант. Нажимаем на вот эту синюю кнопку, добавляем еще один в эту же категорию. Какие выпадут, это будет случайность. То есть, ученик запускает викторину, ему всякий раз могут вообще выходить разные вопросы в разных категориях. В общем, чем больше, тем лучше. Далее. Давайте еще продолжим. Ну, соответственно, все остальное остается примерно то же самое. Обратную связь, помощь, подсказку, если надо. Подписываем, сохраняем и делимся. Тут у нас в чате еще подсказка, есть о чем я не сказала. Да, что есть еще такой формат «Скорм», который разрешает скачивать эти упражнения в формате архива. И можно еще встроить в Moodle. Да, все правильно. Но я со «Скормом» и с Moodle не работаю, поэтому я подзабыла. Но на самом деле, если вы работаете, то вот, пожалуйста, есть такая опция у этого сервиса. Продолжаем. Еще одна викторина, тоже довольно любопытный в ряд, называется «Скачки». Здесь игра уже групповая. Если до этого мы играли в одиночку, то здесь можно пригласить друзей и поиграть с друзьями. Выбрать каждому по игроку и запустить вот эту вот игру. Смысл игры, я думаю, понятие. Нужно отвечать на вопросы. За каждый правильный ответ лошадка приближается ближе к финишу на один скок. Кто первый доскачет до финиша, тот и победил. Вот такая викторина. Вы сейчас, если откроете ссылку, можете запустить с компьютером, поиграть вдвоем. И посмотреть, сможете ли вы выиграть с компьютером. Максимальное количество вопросов здесь 15. Что на первом этапе ученики выбирают принцип игры и запускают ее. Вот она примерно так на большом экране будет выглядеть. Давайте на шаблон смотреть. Придумаем название игры, описание. Это уже классика. Все, что было в предыдущие варианты. Дальше. Вопросы и ответы. Здесь очень похоже на игру «Кто хочет стать миллионером». Тоже вопрос. Первый ответ верный, остальные неправильный. Здесь уже мы можем подгружать тексты, картинки, озвученный текст, который мы сгенерировали, аудио. И к вопросу можно даже видео подключить небольшое. Ну и точно так же мы создаем определенный набор вопросов. Каждый новый вопрос добавляется через кнопку «Добавить следующий элемент». В конце игры мы даем обратную связь. Молодец, это самый первый. Но поскольку это скачки, тут еще есть интересные настройки. Вот, например. Ну, во-первых, можно расположить вопросы в случайном порядке. Это у многих шаблонов такая настройка есть. А еще здесь есть надбавка за скорость. Поскольку это скачки, тут есть настройка, что если участник отвечает правильно и быстрее всех, то он получает баллы за самый быстрый ответ. Эта опция называется «Полные баллы за самый быстрый ответ». Это вносит в игру элемент непредсказуемости. То есть ты можешь ответить верно, но недостаточно быстро. А твой соперник, который был быстрее, тебя может обскакать. В этом случае можно сделать вот такой вот эффект азартной игры. Добавить в эти скачки. Ну и далее завершаем, показываем, предварительно рассмотрим, смотрим, что получилось и делимся со своими учениками. Есть в этом сервисе викторины с открытыми вопросами. То есть нужно просто вписать. Там все очень просто. Мы загружаем вопросы и вписываем правильный ответ. И на этом все, пожалуй. Поэтому вот три таких варианта мне показались наиболее любопытными в плане викторины. На самом деле еще парочка, тройка викторин здесь присутствует. Вы можете уже самостоятельно с ними ознакомиться. Тем более, что шаблоны все похожи. А мы переходим к играм на сортировку, группировку, расположение по порядку. Назовем эту группу так. Очень миленькая игра, которая называется «Найди пару». В чем суть игры? Нам нужно соединить пару между картинкой и текстом. Двумя текстами, двумя картинками. Вариации могут быть разными. Более того, сюда можно даже создавать пары между аудио и видео. Вот две игры. Игры достаточно простые, но это не значит, что это сервис только для начальной школы. На самом деле, внутри сервиса вы можете найти задания и упражнения достаточно сложные. И по физике, и по химии, и по алгебре. То есть здесь, несмотря на то, что шаблоны простые, заданий разной степени сложности здесь много. Ну, опять-таки, смотрим на шаблоны нашим. Здесь нужно создавать пары внутри шаблона. Они же соответствия. Пара один. Первый элемент, второй элемент. Здесь есть подсказки. Их можно подписывать. Особенно, если вы загружаете картинки, то их стоит, наверное, подписать. В качестве пары может выступать не только картинка, как у меня. Может быть и текст, и аудио, и видео по вашему желанию, как вы захотите. Пар может быть любое количество. Единственное, что ограничено здесь игровое поле, чтобы было так, чтобы все пары поместились на поле. Поэтому здесь, наверное, штук семь пар уже, наверное, достаточно. Иначе они все будут друг на друга наплывать, и играть станет не очень удобно. После того, как мы создали пары, пишем обратную связь, сохраняем и смотрим, что у нас в итоге получилось. Все довольно просто. Другой вариант – это уже классификация. Суть игры – нужно разложить элементы по разным категориям. Это такая чисто наша литературоведческая игра из Мурманская. Просто для примера, чтобы вы посмотрели, как это работает. Нам нужно произведение писателей распределить по четырем категориям. Какое произведение какому писателю принадлежит. Здесь нам нужно придумать категории и придумать элементы. Сервис потом все перемешает. Итак, смотрим. Здесь у нас группа. Группа 1, группа 2, группа 3, 4. Их может быть не обязательно 4, как у меня, может быть и 5, например. А может и больше. Поэтому здесь есть кнопка «Добавить группу». Вот она. Итак, в группу 1 мы даем название этой группе или загружаем какую-нибудь картинку. У меня картинки загружены, и они будут отображаться как обложка этой группы. Далее добавляем элементы. Любое количество элементов, столько, сколько необходимо, дополнительных элементов можно добавлять в подсказки. Элементы тоже могут быть не обязательно текстом, как у меня. Могут быть и картинки, и видео, и аудио. Ну, в общем, вот весь набор, о котором я уже говорила. Среди настроек здесь есть настройка, как показывать карточки. У меня они настроены показывать их одна за другой. То есть одну мы распределили, появляются следующие. А можно сделать так, чтобы карточки шли все сразу. И тогда мы получали весь набор элементов, и дальше их уже распределяли по категориям. Ну, в общем, на этом и все. После настроек сохраняем, публикуем и смотрим, что у нас в итоге получилось. Есть тут несколько шаблонов для распределения по порядку. Порядок в смысле последовательности какой-то, которую вы зададите, либо по хронологии. Вот так он и называется очень просто. Простой порядок. Здесь задание расставить планеты Солнечной системы по их порядку, по тому, как они находятся по отношению к Солнцу. От более близкой к более дальней, скажем так. Как здесь все делается? Наверное, вы уже догадались, что в шаблоне нам нужно создать элементы, расставить их просто в правильном порядке, а сервис все перемешает. Вот так это выглядит. Здесь элементы называются карточки. Карточка может быть в виде текста, картинки, аудио и видео. У меня в виде картинок. К каждой карточке у меня есть подсказка. Их главное сделать в правильном порядке. Если нечаянно порядок нарушился, то с правой стороны есть стрелочки, которые карточку поднимут вверх или опустят вниз. Вот в данном случае они у меня выстроены в том порядке, в котором должно быть. Ну и далее, собственно говоря, после того, как все готово, мы сохраняем, делимся, получаем ссылку. Здесь все несложно. Забыла вам сказать, но вы, наверное, сами догадаетесь, что у этих игр есть самопроверка. То есть после того, как мы создали пары, после того, как мы расставили в нужном порядке, обычно справа внизу есть кнопочка для проверки решения. Красненьким будет выделено то, что отвечено неверно, а, соответственно, зелененьким – то, что сделано правильно. И другой вид группировки – по хронологии. То есть нам задается какая-то хронология событий, и мы по этой хронологической линейке будем расставлять наши элементы. Я вам отправлю в чат сейчас сразу две ссылки. Первая ссылка – это то, что на экране у нас сейчас. Это игра, где нужно расставить по датам. На этой ленте времени есть временные отсечки, они синеньким обозначены. И к этим временным отсечкам нужно прикрепить элементы. В данном случае это будет биография Ивана Андреевича Крылова. Другой вариант – без дат на хронологической линейке вы увидите просто отсечки 1, 2, 3, 4 и так далее. Там задача немножко другая. Там нужно тоже расставить по хронологии, но уже без привязки к датам. А именно там нужно расставить по хронологии события из книги «Мастер и Маргарита». То же самое расставляем мышкой, двигая это все. Вот у меня кусочек тут в правом углу, значечка – это кнопочка для проверки. Если ответено неверно, можно исправиться, передвинуть, переставить, еще раз себя проверить до тех пор, пока не будет сделано правильно. Как здесь все работает? Хронологическая линейка – так называется шаблон. Даем название упражнению, описываем задачу, а дальше нам нужно создать саму хронологическую линейку. Задаем ленту с цифрами. Минимум и максимум. Что это такое? Минимум – это первая отсечка на хронологической линейке. Но в данном случае, если это у нас творчество писателя, то здесь будет первая отсечка – это дата его рождения, например. Максимум, соответственно, дата, когда он ушел из жизни. Либо это могут быть вариации. Вы можете любые даты выставить, такие, какие захотите. Сервис потом самостоятельно между двумя этими датами наделает отсечек. Тут он будет действовать произвольно, так как считает нужным. Вот на это мы как раз повлиять не можем. Если у нас события из книги. Считаем, сколько у нас будет событий. Например, их будет 10. Поэтому минимум ставим единичку, максимум ставим десятку. Опять-таки сервис их потелит все, сделает так, как он посчитает нужным, а нам потом к этим отсечкам надо будет крепить наше задание. Далее переходим к парам. Здесь довольно интересная штука. Здесь у нас появляется слово элемент и появляется слово оценка. Не всегда понятно, что есть что. Давайте посмотрим на примере. Вот элемент. Это у нас карточка, которую нужно будет крепить на ленту времени. Ну, например, у меня первая карточка будет называться «Родился Михаил Юрьевич Лермонтов». Оценка – это отсечка на шкале 1814. Это вот синенькая точечка, которая будет появляться на этой нашей шкале времени. И, пожалуй, все. Мы можем добавить еще подсказку. Естественно, элемент может быть не обязательно текстом. Картинка, аудио, видео – все тот же самый набор. Далее нажимаем на кнопку «Добавить следующие элементы» и создаем новую пару. То есть сначала карточка, а потом дата, к которой она привязана. После этого мы все это сохраняем, генерируем игру и смотрим, что у нас в итоге получилось. Есть у этого сервиса еще и пазлы. Правда, пазлы не такие, как мы привыкли. То есть там не надо какую-то картинку по кусочкам собирать. Хотя на самом деле картинка здесь будет присутствовать. Пазл здесь будет интеллектуальный. Чтобы открылся кусочек картинки, нам нужно правильно ответить на вопрос. А точнее рассортировать по категориям. Поэтому это тоже игра будет у нас на группировку и сортировку. В игре может быть несколько категорий. Но в данном случае нужно рассортировать животных. Рыбы, млекопитающие, земноводные, присмыкающиеся и так далее. Как с этим играть? Выбираем категорию, например, рыбы. И щелкаем по названию рыб, которые здесь на пазле у нас обозначены. Если мы щелкнули правильно, например, зубатка, то у нас этот пазл переворачивается. И мы видим часть картинки. Если щелкнули неверно, соответственно, пазл не переворачивается. И таким образом мы должны быстро рассортировать все эти понятия по категориям. Категории здесь может быть 6, максимальное количество. А элементов внутри каждой категории может быть любое количество. Главное, чтобы все они поместились на игровом поле. Если элементов будет мало, то вот эти карточки с пазлом, они будут более крупными. И они могут повторяться. Допустим, если у вас в каждой категории всего по 2 элемента, то названия будут повторяться. Кусочки будут одни и те же несколько раз. Поэтому, в общем, здесь лучше побольше придумывать элементов в каждую группу. Группу можно обозначить текстом и картинкой. И каждый элемент тоже можно обозначать или текстом, или картинкой. Кнопки для добавления группы, для добавления элементов тоже здесь присутствуют. Мы можем их использовать. Но после того, как мы создали, сервис, естественно, все перемешает. Создаст вот такое игровое поле, с которым можно уже играть. Теперь переходим к шаблонам с картинками. Я нашла их тут два. Достаточно редко они используемые, но довольно любопытные. Это так называемые игры с интерактивными метками. Задача в таких играх. Мы получаем какое-то изображение или карту, на которой нанесены интерактивные метки. В данном случае каждую метку нужно подписать. Вот каждую бабочку нужно подписать, как она называется. Подписывать придется не самостоятельно. Как только мы щелкаем по метке, откроется список вариантов ответов, нам нужно просто выбрать правильный из них. Для работы с этим шаблоном нам заранее нужна картинка, на которой мы нанесем несколько меток. Можно сделать калаш, как у меня, например. Так даже проще будет. Либо взять уже какую-то готовую картинку с несколькими объектами. А далее мы на эту картинку будем накладывать метки, подписывать каждую метку. Сервис потом все это перемешает. Смотрим. Я пропускаю тот вариант, когда нужно написать задание, придумать название. Это все понятно. Собственно, метки. Для того, чтобы добавить новую метку, мы нажимаем на кнопку «Выделить» или «Маркировать». Открывается наша картинка, которую мы заранее загрузили. Мы ставим, щелкаем по этой картинке в любом месте. Собственно, сервис иногда сам ставит ее в какое-то любое место. Вот он сюда поставил посрединке. Естественно, мышкой эту метку можно двигать в любое место, куда мы посчитаем нужным, и нажимаем на кнопку «Сохранить». Метки можно перекрашивать. После того, как мы эту метку добавили, давайте вернемся назад, вот у нас метка уже добавленная, мы подписываем, что должно быть в качестве правильного ответа к этой метке прикреплено. Правильный ответ может быть не только в виде текста, но и все из того же набора – картинки, аудио или видео. Можно добавлять подсказки, если ученик затруднится с ответом. И таким образом мы постепенно, метка за меткой, добавляем их на картинку и подписываем каждую. Вот, пожалуй, и вся хитрость. Сохраняем, смотрим, что получилось. Единственное, что мне показалось, что вот эти метки нужно было, наверное, прикрепить в центре картинки, но тогда бы они моих красивых бабочек перекрыли. Потому что, когда открывается эта метка, вы можете пощелкать и увидеть, что не совсем четко картинка попадает в кадр. То есть, если метку поставить прямо по центру, то тогда будет, наверное, лучше. Ну, а так в целом, очень даже интересный шаблон можно использовать в работе. Другой вариант с картинкой. Это вариант больше, наверное, подходит для карт. Нам нужна карта какая-нибудь, сохраненная в виде изображения. Мы опять-таки ее загружаем. В чем суть игры? Нам нужно на карте найти какой-то объект. Ну, шаблон так и называется, где находится это. Вот я загрузила карту Кольского полуострова. Опять-таки, это был мой первый опыт, поэтому можно считать, что это не совсем удачно. Карта слишком подробная, на ней слишком много объектов, и на ней не сразу будут видны метки, хотя они там проставлены, ведь у кружочков, если присмотреться, они там есть. Ну, потом, наверное, я переделаю эту игру и найду другую карту попроще, чтобы метки были более видны. Ну, пока давайте хотя бы на этом примере посмотрим. Итак, в чем суть? Такая же история. Добавляем метки, подписываем их, ну и придумываем задание. Давайте смотреть, как здесь все. Название, описание. Загружаем наше изображение, в частности, вот эту вот карту нашу, которая в виде картинки. Далее. Начинаем с вопросов. Здесь порядок немножко другой. Даем вопрос. У меня вопрос в виде картинки. Да, у меня там картинка какого-то памятника, и нужно выяснить, в каком городе этот памятник находится. Загружаю, допустим, картинку. Либо вариант, я какой-нибудь текст написала, либо видео-аудио, как посчитаю нужно. Далее нажимаю на кнопку выделить или маркировать, и ставлю на карте эту самую метку, как тогда с бабочками было, здесь такая же история. Ставлю в нужное место, где будет наш правильный ответ. И после этого перехожу к следующему вопросу, и тоже к этому вопросу прикрепляю метку. Вот она метка. Допустим, у меня там был памятник про кота Семена. Метка, памятник это находится в Мурманске. Вот я примерно рядом с Мурманском эту метку поставила. Обязательно нажимаю Сохранить, чтобы все сохранилось. И перехожу к следующей истории, к следующему вопросу, и тоже ставлю метку. Эти метки можно сделать не так, как у меня, вот такими булавочками. Их можно сделать в виде кружочков. Потом переделать уже на последнем этапе в настройках, сделать их кружочками, чтобы их было виднее на карте. Задача игрока – щелкнуть на карте в нужное место, поставить там маркер, ну и потом проверить, правильно он ответил или нет. Играть в эту игру, если вы ссылку открыли, то можно опять-таки компанией, либо в одиночку с компьютером, который тоже будет делать ходы, либо пригласить еще игроков других. И последний вид шаблонов, о которых хотелось бы сегодня рассказать, это игры со словами. Это кроссворды, филворды и все, что связано с буковками. Их очень достаточно много, обо всех смыслах, наверное, не имеет говорить. Я просто скажу, что здесь их можно создавать, и кроссворды, и филворды, и игры. Заполни пропуски, например, интерактивные диктанты можно создавать, где ученик должен вставлять одну букву или две, спитые расставлять и тому подобные вещи. Я покажу пару игр. Одна из них кроссворд, довольно часто распространенная. Давайте смотреть. В чем плюс? Здесь не нужно самостоятельно придумывать сетку. Сетку сервис создаст сам. Нам нужно только придумать вопросы и ответы и загрузить фоновую картинку. Давайте посмотрим. Вот так выглядят вопросы и ответы. Вопрос, ну и, соответственно, ответ. Ответ обязательно в виде текста. А вот в качестве вопроса может присутствовать картинка, аудио или видео, все, что посчитаете необходимым. К каждому вопросу есть подсказка, которую можно прописать. И она поможет в ответе на вопросы. После того, как мы создадим вот этот наборчик, парочка вопрос-ответ, мы сохраняем это все, сервис перемешивает и выдает сетку. Причем при повторном открытии этой игры сетка может перестраиваться. Особенно если заданий вопросов много, то всякий раз сетка может получиться разной. Это тоже интересный вариант. И еще одна интересная игра, которая называется «Угадывание слов». Может быть, кто-то в детстве играл в игру, которая называется «Веселица» с буквами, где нужно укадывать буквы, и в случае неправильного ответа последствия будут печальны. Такая игра здесь существовала в сервисе «Ленин Эпс», но по морально-этическим соображениям ее заменили на другой шаблон. Шаблон называется «Угадывание слов». В чем суть? Здесь нужно отвечать на вопросы, которые будут появляться на экране, используя буковки, которые нарисованы внизу, как клавиатура компьютера. В случае, если вы выбрали неправильную букву, у ромашки, которая тут нарисована с правой стороны, она здесь не просто так, отрывается у нее лепесточек. Задача – успеть ответить на вопрос, пока полностью ромашку не оборвали. Вот такая вот вариация на тему. Здесь достаточно такой light вариант, то есть нам дается вопрос, то есть дается подсказка, мы не просто какие-то случайные слова отгадываем, а действительно отвечаем на вопрос. То есть, по сути, это одновременная викторина и игра с буквами и словами. Достаточно симпатично это смотрится, необычный такой интерфейс, и делается все здесь просто. Придумываем задание, обязательно выбираем раскладку клавиатуры русская, проверяем, чтобы был именно наш алфавит, дальше придумываем указание. Указание – это тот самый вопрос, который будет появляться на экране. Это может быть текст, или картинка, или аудио. И поисковый запрос. Поисковый запрос – это то слово, которое нужно будет по буквам отгадывать. Вписываем его в это поле и переходим к следующему элементу. Элементов здесь любое количество может быть, пока игроки не устанут отвечать на эти вопросы и искать буквы. Теперь давайте посмотрим на шаблоны такие более сложные, более комплексные. Если вы уже разобрались с простыми элементами, может быть, имеет смысл попробовать более сложные формы, в частности, например, поиграть с интерактивным видео. Можно ли создавать на английском языке? Конечно, можно. Раскладку клавиатуры вот здесь не русскую ставить, а английскую, допустим. Здесь есть варианты практически, ну, не всех языков мира, но очень многих. Так что не только на английском, на любом другом распространенном языке тоже можно сделать. Да, можно и такое. Ну, вернемся к нашему интерактивному видео. Давайте небольшой примерчик вам вставлю в чат. Что это такое? Кто ни разу не работал с интерактивным видео, в чем суть? Вы просматриваете видеоролик. В неожиданный момент ролик останавливается, и вам дают задание. Например, ответить на вопрос по видеоролику, выполнить какое-то игровое упражнение, связанное с видео, там, расставить по порядку, решить кроссворд, что там, ответить на вопросы викторины, ну, в общем, все что угодно. Если вы ответили верно, то ролик возобновляется. Более того, к просмотру ролика можно еще вставить небольшие пояснения и комментарии. Это уже не задание, это просто какая-то дополнительная информация. То есть, по сути, получаем обучающее видео, но наполненное еще каким-нибудь интерактивом. То есть мы не просто смотрим, воспринимаем, но еще и какую-то активность проявляем при просмотре. Поэтому это все называется интерактивное видео. Давайте смотреть, как это работает. Для начала нам нужно найти видеоролик. Видеоролик добавляется с YouTube по ссылке. Лучше, если это видео будет у вас размещено на вашем личном канале. Это на тот случай, если вдруг вы берете какой-нибудь чужой видеоролик на чужом канале, а канал раз и закрывается. Или видеосоздатель взял и удалил. И тогда вся игра у нас пропадает. Поэтому лучше найти видео, загрузить к себе на канал. Естественно, я не говорю про авторские права. Это само собой разумеется. То есть, может быть, вы видео сами создали, а к нему сейчас еще дополнительные задания какие-нибудь добавите. Это может быть какая-нибудь видеолекция, которую вы записали, а потом внутрь этой видеолекции будете вставлять упражнения. Далее. Перед тем, как приступить к созданию, нам нужно заранее продумать, какие активности будут внутри этого видео. Эти активности нужно сделать заранее в сервисе Learning Apps. Любые, какие вы посчитаете нужным, кроссворды, викторины, игры со словами, все что угодно, с картинками. Их нужно создать заранее, эти игры, разместить у себя в личном комминете. Вот после того, как вся подготовительная работа будет сделана, нам остается заполнить шаблон. Итак, загрузили видеоролик по ссылке с YouTube. Далее, вот единственный здесь недостаток, что нам придется тайминг выставлять вручную. Поэтому видеоролик нам нужно в какой-то отдельной вкладке открыть, проиграть, поставить на паузу в нужном месте, зафиксировать отсечку, и эту отсечку сюда вписать. То есть, допустим, на 27 секунде у меня будет какое-то игровое задание. Пишется так. Сначала ставятся минуты, твоеточие, затем секунды. 0,27, например. Далее, у нас здесь есть два поля – вставка и вставка App. Вставка – это просто текстовый комментарий. То есть, это будет текстовая надпись, которая ненадолго появится на экране. Ученик ее прочитает, закроет и пойдет смотреть дальше. А если мы хотим игровое задание, то переходим в раздел «Вставка» – App. Нажимаем на кнопку «Выбрать приложение или упражнение». Открывается наш личный кабинет, и мы выбираем заранее созданные уже готовые наши задания. Ну, вот, допустим, у меня здесь уже какое-то добавлено. Оно в виде кружочка отобразилось. Все в порядке, значит, оно прикрепилось внутрь этого видеоролика. А вот, пожалуйста, как выглядит вставка. У меня, допустим, видеоролик про северное сияние. Я хочу сказать, что первым, кто объяснил северное сияние, был Ломоносов. Я эту дополнительную информацию вписываю сюда. Далее опускаемся еще ниже, создаем новый блок. Опять вставляем время показа вручную. И опять либо упражнения добавляем, либо просто текстовую вставку. Таких заданий можно добавить любое количество, но чем больше мы их добавляем, тем тяжелее будет просматриваться видео. Оно может зависать. То есть очень много нагромождать тоже не очень хорошо. Поэтому 3-4 таких вот игровых вставки – это вполне достаточно для видео. И не утомительно, участники не устанут. И, собственно говоря, активность тоже будет работать. Вставка. Сразу пишем и вопрос и ответ. А здесь нет вопроса и ответа. Давайте я еще раз объяснюсь. Итак, поле «Вставка» – это поле для текстового комментария. То есть вы ставите временную отсечку – 31 секунда. На 31 секунде вы хотите добавить какое-нибудь текстовое пояснение. Это не вопрос. Это просто комментарий к видео. Допустим, в этом видео обо всем рассказывается, но о чем-то забыли. А вы хотите добавить. Это будет текстовый комментарий. Это не вопрос и не ответ. Просто комментарий. Он будет появляться посредине видеоролика. Участник его прочитает, скажет «Хорошо, я понял», закроет. И пойдет видео смотреть дальше. Если вы хотите создать игровое упражнение, то нужно в Ленин Эпси сделать его заранее. Сохранить в своем личном кабинете. А здесь опять поставим отсечку, когда должно появиться игровое задание. И выбираем его из списка, нажимая на синюю кнопку. И то, и другое делать не надо. Иначе у вас одновременно появится и текст на экране, и игровое задание. Это будет плохо. Поэтому выбираем либо вставку, либо игровое задание. Либо одно, либо другое. Вот в чем суть. Надеюсь, я более-менее понятно объяснила. Тут нет ответов. Тут есть уже готовые, заранее сделанные задания, которые мы просто вставляем внутрь видеоролика. Вот такая история. Допустим, мы захотели внутрь кроссворд вставили. Захотели внутрь, не знаю, какую-нибудь викторину добавили. Все что угодно. Вот таких вставок, ну, обычно делают 3-4, ну, максимум 5, наверное. Иначе просмотр видео будет очень надолго затянется. Особенно, если какие-то сложные викторины или длинные кроссворды, то это да. Но обязательно после того, как мы создадим, обязательно нужно все это проиграть и посмотреть, как это будет работать, чтобы ничего не зависало, все хорошо открывалось. И в нужные отсечки временные. С временем мы тоже можем промахнуться, потому что ставим его вручную. Поэтому тоже проверяем. Обратно всегда можно вернуться. И шаблон, конечно же, всегда можно отредактировать, подкорректировать, чтобы было более все красивенько. Итак, еще один интересный вариант – это квесты. А это что такое? Отдельного шаблона для создания квестов нет. Но есть так называемые коллекции. И вот на основе этих самых коллекций можно создавать квесты. В чем суть квестовой истории? Это задание, которое состоит… вернее, даже не задание, а вот целая игра, которая состоит из нескольких этапов, из нескольких заданий. Соответственно, чтобы создать такой квест, нам эти задания тоже нужно заранее создать. Допустим, у меня в квесте предполагается три задания. На первом этапе я хочу, чтобы ответили на викторину. На втором этапе я хочу, чтобы они решили кроссворд. А на третьем этапе пусть они подписывают интерактивные метки. Может быть, больше этапов, но хотя бы три. Ну, вот так может выглядеть этот самый квест. Опять, заранее нужно придумать саму историю. В чем суть квеста? Обычно квесты, когда… веб-квесты, когда решают на последнем… после того, как они ответили верно на все вопросы, допустим, получают какой-нибудь артефакт. В качестве артефакта можно собирать ключевые слова. И тогда цель квеста – решить все три этапа, собрать три ключевых слова, отправить к учителю или администратору, или библиотекарю. И если ты молодец, то ты получаешь приз. Ну, какая-то такая вот, может быть, история. Теперь давайте более подробно. Итак, сначала мы создаем этапы квеста. Первый, второй, третий. Заранее. Допустим, первый этап – это викторина. Мы ее создали. И нам нужно куда-то вписать это ключевое слово, которое участники получат на последнем этапе. Ключевое слово мы вписываем в поле «Обратная связь». Если вы помните, у каждого шаблона есть такое поле «Обратная связь». Обычно там пишут «Ты молодец, все сделал верно». А мы вместо этой обратной связи напишем ключевое слово. И когда участник дойдет до конца, он увидит это ключевое слово и его себе заберет. Скажем так, выпишет, куда-нибудь запомнит. И первый этап будет пройден. Итак, по каждому этапу. То есть мы создаем задание, обязательно в конце в «Обратная связь» вписываем ключевые слова. Сохраняем это все в личном кабинете. Далее. Далее нажимаем на кнопку «Создать коллекцию», «Создать новую коллекцию». Это будет наша доска для квеста. Такое рабочее поле, куда мы будем помещать наши заранее созданные задания. Итак, вот, пожалуйста, шаблончик коллекции. Придумываем название. Здесь мы можем написать название квеста. Веб-квест такой-то. Далее у нас есть раздел «Программы», куда мы будем добавлять этапы. Через кнопочку «Добавить упражнения». Добавляем первый этап, второй этап, третий. Каждый этап можно подписать. Для этого есть кнопка «Т» – текст. То есть здесь мы можем подписать, что это первый этап квеста, и он называется «Зоологический». Ну и, соответственно, точно так же второй этап. Это второй этап квеста – «Минерологический», а это третий – «Исторический». Ну и через плюсик можем добавить еще один этап, и их можно создавать столько, сколько посчитаете нужно. Дальше. В настройках нашего квеста можно выставить опцию «Разблокировать по очереди». Что это такое? Это значит, что пока не ответишь на первое задание, второе задание открываться не будет. То есть здесь будет строгий порядок. То есть сначала первый этап надо пройти, потом второй, потом третий. Если разницы нет, в каком порядке ученики будут отвечать на вопросы и выполнять задание, то эту галку можно снять. Она не обязательно, но добавляет небольшую интригу в наш квест. То есть участник могут засесть на первом этапе и все. И дальше никуда. Далее. В дополнительных настройках мы можем загрузить фоновую картинку. У меня просто стандартная, однотонная. Но если необходимо, мы можем с компьютера добавить картинку и сделать фон более красочным. Далее. У нашей коллекции, ну вот фоновая картинка, у нашей коллекции есть еще и обратная связь. А вот здесь уже в обратной связи коллекции мы можем написать, что делать с ключевыми словами, которые участники собрали. То есть когда участники решат все этапы квеста, соберут, допустим, три ключевых слова, им откроется вот эта вот обратная связь, и там будет написано, куда отправить ключевые слова. Может быть, это будет какая-нибудь ссылка на какую-нибудь форму обратной связи. Может быть, это будет адрес электронной почты, куда послать ключевые слова. Может быть, это будет там еще какое-то замечание. То есть ваши ключевые слова, там что с ними нужно сделать. Создать из них какую-нибудь анаграмму, придумать какой-нибудь рассказ с этими ключевыми словами. В общем, все что угодно вписываем вот сюда, в обратную связь. Она же называется фидбэк. Ну и при запуске квеста можно еще дать какое-то более подробное описание. Это делается как раз в поле, которое так и называется – описание. Это отдельный слайд, который будет появляться при запуске нашей игры. И обязательно сохраняем и смотрим, что у нас получилось. Если все сделать верно, то квест заработает, и можно будет им делиться точно так же по ссылке. Можно встраивать, можно посылать по электронной почте и тому подобные вещи. Так что вот такую вот интересную штуку тоже можно сделать с помощью Learning Apps. Как вы видите, возможности его очень большие. Шаблонов действительно много и достаточно не очень сложные на русском языке, поэтому работать с ним, с этим сервисом очень просто, интересно. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что внутри этого сервиса создано уже другими авторами огромное количество разных игровых упражнений. И если вам понравилось какое-то упражнение, то есть такая опция «Сохранить в моих упражнениях» или другой вариант «Создать подобное упражнение». Что это значит? Если мы нажимаем на кнопку «Сохранить в моих упражнениях», это значит, что вот эта вот игра, например, мне понравилась игра с картинками по сказке о царе Салтане. Мне не надо ничего придумывать, я бы хотела эту игру тоже использовать у себя, допустим, для учеников. Тогда я выбираю опцию «Сохранить в моих упражнениях», и эта игра переезжает ко мне в личный кабинет. И теперь я могу ее показывать ученикам, делиться с ними этой игрой с ссылкой, и более того, я могу еще даже ее отредактировать, если мне захочется. Другой вариант. Можно нажать на кнопку «Создать подобное упражнение». Эта игра откроется сразу в редакторе, и вы можете ее немножко видоизменить. Допустим, вам она, в общем, понравилась, но какие-то задания вы хотите немножко усложнить или упростить. Вот нажимаем на кнопку «Создать подобное упражнение». И все, что вы отредактируете, тоже сохранится у вас в личном кабинете. Таким образом, вы тоже экономите время и используете опыт работы других учителей, педагогов, которые здесь представлены. Тоже, в общем, неплохая опция. И в заключении, немножко я разошраюсь, паралененные обстоятельства. Ну, я надеюсь, вы меня простите, что мы немножко задержимся сегодня. Поговорим о сервисе Flippity. Что это такое? Сервис Flippity – это инструмент для создания тоже различных игровых упражнений, лент времени, игры своей игры, флешкарточек, разных игр со словами на группировку и создание викторин. Но использует он немножко другие шаблоны, а именно он использует шаблоны Google, а точнее Google с таблицей. Для работы в этом сервисе не нужна регистрация, нужен просто Google аккаунт. В чем суть? Мы выбираем шаблон, нам открывается Google таблица, которую мы заполняем своими данными, а сервис из этой Google таблицы потом генерирует игру, которую мы можем точно так же делиться ссылкой, предлагать своим ученикам, распространять ее разным образом. Из минусов сервиса нет оценивания в отметках. Скорее всего, его можно использовать. Ну да, я в самом начале вебинара сказала, что у Learning Apps нет отметок, нет оценок. Это больше для самопроверки, больше это игра, нежели это какой-то контроль знаний. В этом случае, да, я согласна. Но это одновременно и плюс, и минус кому-то, и так хорошо. Например, библиотекарям не нужно ставить оценки, поэтому можно использовать это для развлечения своих пользователей. Ну давайте к сервису Flippity посмотрим, как он работает. Сервис на английском языке. Очень хорошо переводится через переводчик Google, поэтому не пугаемся. Стартовая страница сервиса будет выглядеть вот сразу примерно вот так. Здесь сразу выскочит большое количество разных шаблонов. Я вас немножко постараюсь в них сориентировать. Здесь много шаблонов, часть игровые, часть викторины, а часть просто какие-то вспомогательные штучки. Например, там случайный выбор имени ученика. Допустим, вы вызываете кого-нибудь в доске, есть такое колесо фортуны, куда вы вписываете имена учеников, запускаете его и случайным образом выбираете счастливчика. Мы поговорим именно про игровые шаблоны, которые позволяют не только поиграть, но еще проверить, правильно ты ответил или неправильно. Давайте посмотрим, здесь есть интересные варианты. Начнем мы с ленты времени. Хронологическая линейка, которая имеет, с одной стороны, информационную задачу, то есть рассказать о чем-нибудь. В данном случае, вот, пожалуйста, у меня лента времени, посвященная лауреатам Нобелевской премии по медицине. Если вы откроете ссылку, то у вас будет просто лента вертикальная и будут какие-то надписи с правой стороны. Если щелкнуть по этим надписям, будут открываться карточки с более подробными рассказами по каждой дате. Вот такая лента времени создается на основе таблицы, которую нужно будет заполнить своей информацией. В качестве информации можно использовать тексты и картинки. Давайте посмотрим на таблицу. С одной стороны, сервис англоязычный, но с другой стороны, регистрироваться не надо, и все таблицы, которые мы будем заполнять, они будут сохраняться на Google диске, на нашем. И мы в любой момент можем туда внести исправление. И сразу же поменяется вся наша, допустим, лента времени. Смотрим на табличку. Я здесь все подробненько подписала, чтобы было не страшно, что есть что. Синие надписи удалять нельзя. Все, что вверху в синих вот этих ячейках, это нельзя удалять. Нельзя удалять столбики, менять их местами и менять то, что внутри написано. Они должны оставаться неизменными. Все остальные вот эти графы можно заполнять своей информацией. Здесь понятно, что у нас есть дата, год, месяц и день. Обязательно хотя бы год. Все остальное по желанию. Дальше, заголовок, это то, что будет отображаться сразу, надпись. И описание, это карточка, которая будет открываться, когда щелкнешь по названию. Это первая часть таблицы. Вторая часть таблицы, это цвет карточки. Если оставить просто пустым это поле, то карточка будет просто обычного белого цвета. Но мы можем ее раскрасить. Здесь просто по-английски надо написать название цвета. Красный, желтый, зеленый и так далее. Если не знаем как, то через Google Переводчик всегда можно перевести, скопировать и вставить. Дальше, в раздел «Медиа» мы можем добавить ссылки на картинки. Здесь картинки загружаются не с компьютера, а добавляются по ссылке из интернета. Например, берем ссылку на картинку и вставляем ее в нужное поле. Вместо ссылки на картинку можно добавить ссылку на Google Документ. Он тоже поддерживается. Далее, в разделе «Медиа кредит» указываем авторство. Если это не наша картинка, то подписываем, кто автор. Ну и еще дополнительно в карточку можно добавить ссылку на веб-ресурс, чтобы участник получил еще больше информации по этой теме. Итак, каждую строчку мы заполняем. Количество строк здесь не ограничено. Наша лента времени может быть достаточно длинной. После того, как все готово, мы публикуем эту таблицу в сети интернет через кнопку «Файл» – «Публикация». И после того, как мы все опубликовали, внизу открываем вкладку «Get link» – «Получить ссылку». Вот эта кнопочка. И вот она, эта ссылочка. Немножко длинненькая, но тем не менее мы ее копируем. И после этого можем уже использовать. По этой ссылке можно сразу перейти и посмотреть, что у нас сгенерировалось на выходе. Если таблица заполнена верно, то получается вот такая лента времени интересная. Достаточно необычный вариант. Здесь мы сразу не видим, что у нас получается. Заполняем просто какие-то данные в таблицу. И тем не менее на выходе получается интересный вариант. Еще одна интересная штука – это флешкарточки. Я выбрала те шаблоны, которые нет в Learning Apps, потому что об одних и тех же шаблонах как-то говорить неинтересно. Поэтому давайте поговорим про флешкарточки. Перед этим я еще хочу вернуться назад. Вспомнила важную штуку про ленту времени. Если вы эту ссылочку откроете, то здесь вот кроме самой ленты времени, вкладка называется Timeline, есть еще вкладка Activity. С этой лентой можно поиграть. Если вы перейдете во вкладку Activity, вам предложат маленькие викторинки. Вам нужно будет три события расположить в правильном порядке, а потом себя проверить. Можно одновременно еще и поиграть. Сначала почитал, все запомнил, потом перешел во вкладку Активность, еще и поиграл. Это тоже игра с самопроверкой. Баллов тут никаких не ставят. Здесь просто проверяют свои знания. Флешкарточки, по сути, это та же самая история с самопроверкой. То есть мы читаем то, что написано на лицевой стороне карточки. Например, допустим, там слово на английском языке. Переворачиваем там перевод на русский. Чаще всего флешкарты как раз используются для изучения иностранных языков. Или для изучения непонятных терминов. Например, с одной стороны термин, с другой стороны его определение. И таким образом, переворачивая карточки туда-сюда, мы запоминаем термины, определения, понятия и так далее. У меня просто игра-игра, картинка с обратной стороны, что на ней изображено. Просто для примера. Никакой учебной цели тут я не ставила. Просто в качестве примера, как это выглядит, чтобы можно было посмотреть. Давайте посмотрим, как заполняется здесь таблица. Таблица вот такая. Вообще, у этих карточек есть аудиоозвучка. Здесь тоже ничего записывать не надо. Здесь нужно просто выбрать язык русский и выбрать, какое поле нужно озвучивать. Либо первую сторону карточки, либо вторую. Можно и ту, и другую сделать. И тогда при нажатии на значок с микрофончиком, он слева вверху, у вас будет голос читать то, что написано на карточке вслух. Это важно, например, при изучении иностранных языков. Например, английское произношение. Выбираем язык английский, пишем слово, и вам замечательно красивый голос будет читать правильное произношение слова. Это тоже хорошая такая закалка, запоминалка. Далее. Сторона 1, сайт 1 – это лицевая сторона, то, что будет сразу видно. А сайт 2 – это то, что будет видно, когда перевернем. Мы вписываем либо текст, либо можно добавить картинку по ссылке, либо можно добавить видео по ссылке с YouTube. Карточки можно раскрасить, можно выбрать цвет карточки и цвет текста, просто написав слово на английском языке соответствующего цвета. Вот, пожалуй, вся таблица, она здесь достаточно несложная. Если оставить поля пустые с цветом, то будет просто белый фон и черные буквы. Все. Опять-таки, публикуем таблицу. Я напомню, как публиковать. Через вот эту вкладочку «Файл» открываем выпадающий список, там будет кнопка «Поделиться», и от кнопки «Поделиться» будет еще одна кнопка «Опубликовать в интернете». Нажимаем и публикуем. И у вас эта таблиточка сразу же сохранится на Google диске и опубликуется в интернете одновременно. Далее опять возвращаемся во вкладку «Гатлинк», получаем ссылку и смотрим, что у нас получилось на выходе. Еще здесь, у этих карточек, есть возможность поиграть в разные игры. Например, «Лист». Вот эта вот вкладочка, она позволяет составить список всех карточек, лицевой и изнаночной стороне, и этот список даже распечатать. Вдруг вам понадобится для чего-нибудь, то здесь можно это сделать. Список всех карточек вывести на печать. Дальше «Мэтчин». Это немножко другой вариант флеш-карточек, то есть вам покажут только одну сторону, лицевую или изнаночную, вам нужно написать, что там на обратной стороне, догадаться, что на обратной. Ну и «Практис». Такая же история, только там уже нужно будет вписывать. Там подсказок не будет, там нужно будет вписывать правильный ответ. То есть вот и кнопочка «Мо» позволит флеш-карточки переделать в какую-нибудь другую игру, в какой-нибудь другой шаблон перестроить. Тоже интересный вариант. Так что не все карточки перестраиваются, но тем не менее можно из одной игры сделать другую игру. Получается довольно любопытно. То есть вот советую по этим кнопочкам походить и посмотреть, как там и что работает. А мы посмотрим еще на одни флеш-карточки. Это флеш-карточки усложненные. Они позволяют добавить сразу не одну сторону, вот прямая, лицевая и оборотная, но и позволяют добавить до 10 сторон. То есть эта карточка получается уже не карточка, а целый набор каких-то элементов. У меня всего сторон здесь раз, два, три, четыре, семь, по-моему, или шесть. Я не полный список выбрала сторон. На самом деле здесь можно об одном и том же понятии рассказать с разных сторон. Ну вот, например, у меня города-миллионники. То есть, допустим, про каждый город я рассказываю. Когда он был основан, герб города, какую-то фотографию, достопримечательности, население этого города. Можно эту табличку продолжить, до 10 элементов разместить. Кнопки для перелистывания этих элементов вот здесь внизу, а с правой стороны кнопочки для перехода к другой карточке. Это новый шаблон. Довольно любопытно получается. И так интересно можно рассказывать об очень многих явлениях. Хорошо подходит, например, под географию. Рассказ о разных городах и столицах. Может быть, вы еще придумаете какие-то интересные идеи. А таблица здесь, в общем, несложная. Вот так выглядит. Сторона 1, сторона 2, сторона 3 и так далее. Шаблон будет идти до 10 столбиков. Нам нужно заполнить каждую сторону. Текстом, картинками. Можно добавить видео с YouTube тоже по ссылке. Вставляем просто ссылки на эти элементы. Или на картинку, или на YouTube. Да, напомню, что у каждого шаблона есть еще подсказка. Там пошаговая инструкция, как с ним работать. С помощью Google Переводчика он переводится на русский. И там еще более подробно все рассказано, что, как, куда вставлять, если вдруг вы потеряетесь. После того, как мы заполнили эту таблицу, опять ее публикуем, получаем ссылку и смотрим, что у нас получилось. Получиться должно хорошо. И самый, наверное, интересный здесь шаблон – это своя игра. Наверняка вы со своими учениками играли когда-нибудь в это. Или сами принимали участие. В чем суть игры? Это игра, которая объединяет несколько вопросов, размещенных по категориям, в каждой категории пять вопросов разной степени сложности. За правильный ответ баллы начисляются, за неправильные баллы снимаются. Это игра для работы на уроке, в классе, на мероприятии. В чем суть? Мы открываем эту игру на большом экране, набираем участников команды. В шаблоне четыре команды. То есть мы можем собирать командами, можем отдельно учеников, если их мало. Их можно, как вы видите, количество участников увеличить или уменьшить. Для этого есть кнопочки «плюс» и «минус». Можно увеличить число команд, уменьшить. Вместо «тим 1», «тим 2», «тим 3» можно назвать каждую команду, щелкнуть по названию, изменить. И в чем суть игры? Участники по очереди выбирают категорию «вопрос». Мы его открываем на экране. Если участник ответил верно, мы ему начисляем эти баллы. Если неверно, отнимаем и переходим к следующему вопросу, к следующей категории. Как здесь работает? Шаблончик выглядит вот так. Каждое поле в этом шаблоне разделено на две графы. Вопрос, ответ. В качестве вопроса и в качестве ответа можно загружать не только тексты, но и ссылки на картинки, например, и ссылки на видеоролики с YouTube. Заполняем все эти графы. Если какая-то категория нам не нужна, их здесь всего шесть. Если не нужно, просто стираем вот это все, и вместо серой надписи с названием категории ставим значок «Х». Это значит, что категория это не участвует. Еще здесь есть финальный вопрос. Он называется «Final». Это вы, если помните, в конце своей игры обычно те, кто вышел в финал, они отвечают на финальный вопрос, и каждый делает свою ставку. Опять-таки, его можно исключить, тоже «Х» поставить и не участвовать. Но если хотите, то его тоже можно сделать. Правда, подсчет баллов уже надо будет ввести вручную. Он автоматически не высчитывает, потому что каждый ставит из участников свое количество баллов. И там вам придется уже считать самостоятельно. Ну, а все остальное сервис автоматически считает в зависимости от ценности вопроса. Итак, ну, давайте смотреть. После того, как мы все это сохранили, опубликовали, вот на экране появляется… Разворачиваем на большом экране. Участники отвечают вслух. Допустим, выбрали какой-то вопрос. Вот такой. У нас три участника или три команды. Вот. И они вслух отвечают на этот вопрос. Чтобы показать верный ответ, мы щелкаем по этому же вопросу еще раз, поворачивается наш правильный ответ. Если участник ответил верно, ставим галочку. И баллы переходят ему на счет. Если неверно, ставим крестик. И у него отнимаются эти баллы. А мы возвращаемся обратно на игровое поле, щелкаем по этому вопросу еще раз, возвращаемся назад. В игровом поле этот вопрос исчезает, а баллы зачисляются на счет команды. Вот так. Можно интересно провести игровое мероприятие прямо на уроке на большом экране. Эта викторина чуть-чуть попроще. Она называется «Открой замок». В чем суть? Нам нужно ответить на вопросы. Если ответили верно, то открыли замки. Я очень простую версию сделала. Там всего четыре замочка. На самом деле можно больше. Викторина с открытым вопросом. Нужно в предложенное поле написать верный ответ. Здесь есть подсказка в виде лампочки. Есть ключик. Как только мы здесь что-то написали, можно проверить себя, нажав на ключ. Если ответили верно, то замок будет открыт. И мы переходим к следующему замочку. Вот такая нехитрая игрушка. Делается она тоже очень нехитро. Придумываем вопрос в разделе «Клю». И придумываем подсказку в разделе «Хинт». В качестве подсказок у меня предложены картинки по ссылке. Можно не только ссылку на картинку, но и ссылку на видео, например, дать. Ну и, наконец, «Анса» – это, соответственно, ответ. То, что должен вписать участник. Вот у меня такие ответы здесь. После того, как мы опубликовали это все, можно тут же сразу и приступать к игре. Поэтому здесь все достаточно просто и несложно. Как только мы заполнили одну такую Google-таблицу, все остальное уже станет намного проще. Ну и в заключении нашего вебинара хочу сказать, что с помощью Flippity можно создавать не только интерактивные игры, но и печатные материалы. Многие учителя жалуются, что не у всех есть возможность, допустим, открыть кроссворд на большом экране, поиграть с учениками на интерактивной доске, потому что интернет слабый, и хочется, чтобы ученики без интернета как-то поучаствовали в активностях. И вот с помощью Flippity можно создать печатный кроссворд, распечатать его ученикам прямо на уроке. Они могут отвечать или в качестве домашнего задания предложить. У меня он в виде картинки. Можете посмотреть, как он выглядит. Вот на большом экране. Это все тоже сделано с помощью сервиса Flippity, с помощью заполнения таблиц. Естественно, очень много разных программ, которые это все делают тоже. Но тем не менее, довольно интересно. Сетку сервис придумывает сам, а наша задача придумать вопросы и ответы. Давайте смотреть. Вот так выглядит таблица. Она очень простенькая. Здесь придумаем слово в кроссворд, а здесь его определение. У меня вот пословица и поговорки, например. В качестве определения может быть не только текст, как у меня, может быть, картинка. Но в случае распечатки они будут мелкие, может быть, даже не очень симпатичные, особенно если печать будет черно-белая. Поэтому, наверное, тексты – это оптимальный вариант. Но мы это все сохраняем, тоже публикуем, получаем ссылку. А когда нажимаем на ссылку, у нас открываются возможности для печати. И мы можем этот кроссворд распечатать. Он скачается на компьютер в формате PDF. Ну, а дальше вы самостоятельно с ним сможете сделать все, что угодно. Если сетка вам не понравилась, ее всегда можно перестроить. Если вдруг не очень красиво вышло, есть кнопочка «Перестроить сетку». Нажимаем ее еще раз, сетка перестраивается. Таким же образом здесь работает сервис для создания анаграмм, для создания филвордов. Тоже они доступны в печатном виде. Их можно скачивать к себе на компьютер, потом раздавать как учебный материал. Ну и закончим мы еще одной веселой игрой, которая называется «Снеговик». Это вся та же история про нашу виселицу. Помните? Когда нужно отгадывать слово по буквам, но там у нас то ромашка отрывалась, а здесь у нас снеговик тает. Такая же история. У меня игра без подсказок. Вообще сюда можно добавить еще подсказки. То есть будет какая-то текстовая заметка сбоку или сверху написано, допустим, там, не знаю, «Царь, звери, лев». Это у меня про животных. Я попробовала без подсказок, но поняла, что это сложно. Подсказки нужны, я их потом чуть попозже добавлю. В чем суть? Здесь шесть попыток есть, пока снеговик не растает. То есть сначала у него отваливается морковка, потом палочки, потом он начинает таять, таять медленно. И если мы все равно не догадались через шесть попыток, то снеговичок у нас растает. Такая история. Здесь вообще все очень просто. Можно просто список слов вписать, и сервис тоже сгенерирует игру. Можно этот список слов вписать в таблицу. Та же самая история. Игра получается примерно та же самая. Только если мы вписали в таблицу, здесь есть возможность добавить подсказку. Подсказка обозначается словом hint. И сюда мы можем вписать. У этой игры есть модификации. Вот эта модификация называется snowman, снеговик. А еще там есть модификация с яблочками. Я только что-то яблоки запомнила. По-моему, стрелы там еще есть. И так далее. Можно попробовать еще и разные модификации. Поиграть тоже довольно интересно. Получаем ссылку, делимся, предлагаем своим ученикам. Это, конечно, не все шаблоны. Далеко не все. Их там намного больше, интереснее. Но я думаю, что вот эти хорошие инструменты, их стоит всегда держать в копилке. Все вот эти Google таблицы, они все сохранятся на Google диске. И если вы помните, у Google таблиц есть такая опция совместного доступа. Вы можете пригласить соавторов и совместными усилиями создавать игры вместе с авторством. Это может быть даже целый проект с учениками. Например, создание какой-нибудь ленты времени совместными усилиями. То есть здесь есть где развернуться, есть хорошие варианты для реализации всех этих шаблонов. Главное – придумать, где и как. В помощь я написала несколько обучалок. Вот ссылки на них в этой табличке. Про флиппити я еще продолжу. Еще одна статья у меня в работе, которая поможет, надеюсь. Ссылки активные, поэтому можно по ним нажимать, переходить, читать и пользоваться. Это, как всегда, мои координаты. Осталось у нас недолго. Остался у нас еще один вебинар 17 июня в 12 часов. Закончим на такой важной ноте. Поговорим про нейросети. Сразу скажу, что я не эксперт в нейросетях. А то вот иногда на вебинарах читаешь, вебинар проводит эксперт по нейросетям. Я нет. Сразу нет, не эксперт. Я начинающий пользователь, которому интересно, что такое нейросети, и который пытается их приспособить в практику работы. Поэтому мы будем на вебинаре говорить не столько о возможностях нейросетей, сколько о полезных инструментах, которые можно приспособить к себе в работу. Поэтому рассказывать буду не обо всем, что есть, а это просто нереально обо всех нейросетях сказать. Выберу только то, что может нам пригодиться в работе. Нам, я имею в виду, учителям и библиотекарям. Вот, педагогам широкого профиля. Спасибо вам большое за комментарии. Пожалуйста, если я вам помогла, за примеры и за все остальное. Поделитесь своим видением того, что является основным, главным условием успешного обучения через интерактивные упражнения. Ой, вы такие философские вопросы задаете. Главное условие успешного обучения. Сложно сказать. Я бы сказала, что главное... Не совсем, может быть, поняла в том направлении вопрос, как вы его задали. Но смысл в чем успешное обучение, интерактивные упражнения. Интерактивные упражнения, вот именно такие, без проверки, они позволяют немножко разнообразить учебный материал. Сделать не занудно, а не интересным, а сделать интересным материал, чтобы ученик пошел дальше и что-то еще захотел исследовать, узнавать и пробовать. Мы создаем ситуацию успеха, даже если викторина не очень сложная, но участник получает какое-то моральное удовлетворение, что он прошел квест до конца, что он собрал все ключевые слова. Тут и азарт, тут много всего подключается. И плюс к обучению здесь еще очень много всяких мотивирующих штучек начинает работать. И это хорошо. Тут я бы сказала, нужна золотая середина. То есть, с одной стороны, не превращать обучение только вот в такие интерактивные игрушки бесконечные, а вот дозировано это все, ну, к месту и по делу. И тогда это будет эффективно. Допустим, если мы изучили какую-то тему и выходите там, чтобы ученики сами себя проверили, то почему бы не дать им поиграть? Можно на уроке, можно дома. Дома вообще замечательно играется. Я помню, в свое время создала группу ВКонтакте для учеников и кидала туда разные викторины, интересные задания, тесты. У меня, например, один из тестов был для учеников 11 класса. Викторина обычная, простая. Там нужно было объяснить строчка из стихотворения. Вот эта вот строчка из стихотворения. Это из песни рэпера или строчка из стихотворения Мандельштама. И как ни странно, у меня почти все ученики в классе побежали отвечать на эту викторину и таким образом поняли, что Мандельштам оказывается это очень хороший поэт. Ну, вот такими способами, наверное, обучение становится более успешным, более интересным. А как вы видите, развитие интерактивного обучения, что нас ждет? Ох, если бы я знала, что нас ждет. Нет, интерактив никуда не денется, он останется, это 100%. Просто сейчас будут появляться более интересные инструменты. Сейчас вот такой уклон пошел в нейросети. Мне это не очень нравится, если честно скажем. Я так осторожно отношусь к нейросетям. Вот. Не все хорошо. Но они пока еще не очень доработаны. Со временем, наверное, да. Они больше будут внедряться в интерактивное обучение. Это 100%. Ну, в общем, он никуда не денется. В ближайшее время будет все больше усложняться. Интерактивное обучение. Появляются новые инструменты. Каждый день мы это наблюдаем. И все больше там будет работать искусственный интеллект. Это правда. Тут самая главная проблема в том, чтобы интернет у нас работал. И чтобы у нас был доступ к этим интерактивным упражнениям обучения. Вот. Я бы сказала, что это одна из главных проблем. Очень не хотелось, потому что очень многие хорошие сервисы в ближайшее время недоступны. Я говорю про Canva, я говорю про Padlet, про ряд других инструментов, которых мне очень не хватает в работе сейчас. Вот. И мне бы хотелось, чтобы если и шло развитие, то не в плане ограничения, а в плане появления новых интересных инструментов. Вот. Наверное, так. Я бы сказала, я не особо такой теоретик. Если вы поняли по моим вебинарам, я больше практик. Я больше за то, чтобы делать своими ручками и все это приспосабливать в работу. Вот. Ну, мы с вами отвлеклись. Я вам хочу на прощание сказать, что как только мы выйдем из виртуальной комнаты и на почту, спустя какое-то время вам придет письмо-уведомление о готовности сертификата. Там будет ссылочка на скачивание. Вы сможете перейти и получить сертификат о присутствии на сегодняшнем вебинаре. Я надеюсь, он будет вам полезен. Если что, в группе ВКонтакте можете пересмотреть, если что-то пропустили. Ну, и запись появится на Ютубе тоже. Все. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Жду на последний вебинар в июне 17-го в 12. Приходите, я постараюсь, чтобы было интересно. Всего доброго. Берегите себя. Да, надо развивать ресурсы. Да, надо. Но, к сожалению, я назову сейчас на вскидку сервис Дженниали и скажите мне, есть ли у него импортозамещение. Скорее всего, нет. Вот. Поэтому так хотелось бы развивать свои ресурсы, но за неимением своих хотелось бы иметь доступ хотя бы к импортным. Почему нет? Мы работаем не только с русским языком, у нас много учителей иностранных языков. Почему они не могут работать? Да, в общем-то, я не понимаю деления на отечественные, на зарубежные. Мне кажется, что нужно иметь доступ ко всем ресурсам, а там уже для себя выбрать, что мне нравится больше. Нравится мне Дженниали, я все равно буду им пользоваться, даже несмотря на то, что он на английском. Ну, все. На этой философской ноте я постараюсь закончить и вас больше не задерживать. Всего доброго, хорошего вам дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok